Имя сей звезде Полынь. И третья часть ВОД сделалась Полынью, и многие из людей умерли от ВОД, потому что они стали горькими. Полынь. Перевод с украинского языка. Чернобыль. Чернобыль. 26 апреля 1986 года четвёртый реактор атомной электростанции произвёл цепную реакцию и утечку. Через 48 часов все жители в радиусе 18 миль были эвакуированы. Уровень радиации в 400 раз превышал уровень заражения от атомной бомбы. Через 26 лет после аварии эта зона отчуждения в 18 миль всё ещё существует. Поскольку уровень радиации здесь всё ещё не соответствует допустимым нормам для жизни человека. Но несмотря на существующую опасность, некоторые пожилые жители решили вернуться на родину, в Чернобыль, чтобы дожить там свой век. Эти люди, изолированные, живут внутри зоны отчуждения. Наша миссия будет получить разрешение пробраться туда к ним и проповедовать им Евангелие. Чернобыль Новое реалити-шоу Уэлл Деккер Тим Скотт 80 стран Два года Одна цель Путешествие в пути Киев Украина Каковы, ты думаешь, наши шансы попасть в Чернобыль? Пока мы столкнулись только со сложностями. Такое ощущение, что мы столкнулись со стеной процевления. Какой бы номер мы не набирали, нам говорят, что шансов нет, что отделение не работает уже где-то в полгода. С кем я говорю? Это уже пятый контакт, который нам удалось найти. И все без толку. Да, это так странно. Два дня назад мы уже были у ворот зоны отчуждения. Но внутрь нас не пустили. Мы не смогли туда проникнуть. Все входы закрыты. Нет доступа. Для нас важно попасть туда, где есть люди в деревнях. В этом радиусе 18 миль. В этой зоне отчуждения так много деревень. Там живут люди. Это пожилые люди, которые решили, несмотря ни на что, вернуться туда и жить там. Они не видят радиацию своими глазами. Они живут там, но к ним туда проехать невозможно. Это буквально зона отчуждения. Словно там живет какой-нибудь молчаливый убийца. Когда попадаешь в такое место, то невольно начинаешь молиться. Боже, пусть твой покров будет на нас. Дух Святой, защити. Надень на нас свой щит, который сохранит нас от какого-либо влияния радиации. Ты чувствуешь, что мы на правильном месте? Да, я тоже. Я всегда чувствовал, что это миссия от Бога. Я не столько переживаю по поводу радиации, сколько дадут ли нам разрешение пробраться туда. Честно говоря, я хотел бы там побывать. Это наша миссия и наша цель. Алло? Да. Хорошо. Давай встретимся в 9 часов утра. У нас есть с тобой разрешение? Хорошо. Тогда увидимся с тобой утром. Где-то в 8.45. Хорошо? Пока. Итак, только что наш гид Николай позвонил нам, и кажется, он сможет провести нас в Чернобыль. Прямо. Внутрь. Самый центр. Это гривны местная валюта. Что ты считаешь? 5 тысяч гривен. Это немногим более 500 долларов. Думаю, этого нам должно хватить. Думаешь, пропустят? Думаю. Нет, хотя разрешение у нас в кармане. Похоже, мы реально попадем в зону отчуждения. Завтра мы отправимся туда. После долгих попыток в Киеве получить разрешение на проникновение в зону отчуждения, мы наконец отправились с нашим гидом Николаем в эту зону радиусом 18 миль. Внутрь катастрофы, которая произошла здесь очень давно. В 1986 году. А вот и проверка документов. Пропускной пункт. У нас наконец есть разрешение, так что мы оформим здесь все необходимые документы, чтобы проникнуть туда, в зону. А такие пункты здесь стоят повсюду, на всех дорогах. Уилл, опусти камеру. Чернобыль. Зона отчуждения. Мы проехали пропускной пункт. До этого нам несколько раз не удавалось проехать эту границу. Сейчас мы находимся в зоне отчуждения, радиус которой вокруг Чернобыля составляет 18 миль. Николай, ты когда-нибудь чувствовал физически какие-то изменения в себе, когда ты находишься в зоне отчуждения? Здесь возможно оставаться, но запрещено здесь жить, так как количество радионуклеидов накопится и будет неприемлемым. И в результате это может привести ко многим болезням. Это по-настоящему опасно. Это как атомная бомба для людей. Конечно, эта территория загрязнена, поэтому лучше хранить все внутри, не вынося наружу. То есть радионуклеиды не попадут на территорию вне зоны. Справа мы видим здание в этой деревушке, которое не было захоронено. Это здание бывшего детского сада. Чем нам интересно это здание? Тем, что мы можем замерить уровень радиации здесь. Мы стоим на дороге и видим, что измерения составляют 20 микрорентгенов в час. А теперь давайте продолжим движение по направлению к детскому саду. Этот прибор еще и тем хорош, что при возрастающем количестве радиации мы услышим от него сигнал. Если частота повышается, значит, повышается и уровень радиации. Он пищит, издает звуки, слышишь? Я вижу изменения на приборе. Да, сейчас включился сигнал, частота поднялась до 30. Нормальный уровень это 1 или 2, а здесь 1 или 5. Потрясающе, мы прошли более 10 метров, и тут такое изменение. Оно поднимается. 1,54, 1,62, 1,65. Очень много. Мы, казалось бы, вдыхаем нормальный воздух, но дозиметр показывает нам обратное. Это не убивает, но это очень вредно для здоровья. Ну, давайте теперь зайдем внутрь здания и посмотрим, что там. Все здесь сохранилось, как и было в 1986 году. Ничего не изменилось. На кровати лежит кукла, она абсолютно сгнившая. Это помещение, где у детей в детском саду проходил тихий час. Я не знал раньше, но, оказывается, радиация гораздо больше попадает на объекты внешние, то, что снаружи. Ведь она действует, по сути, как пыль. Поэтому внутри помещения ее меньше, а снаружи больше. То есть вы можете зайти в дом, и тут вам будет безопаснее, чем на улице. Да, но места, которые наиболее привлекают радиацию, это водные отстойники, откуда с крыши капает вода, причем регулярно. Радиация скапливается на крыше, и потом в виде дождя или снега она стекает на землю вниз. Давайте посмотрим. Прибор сейчас ничего не показывает. Но если его опустить... Ну что показывает? 9. 9? Уровень радиации здесь реально высокий. Иногда едешь, и вроде нормальный уровень, но как только территория покрыта зеленью и деревьями, уровень подскакивает. Очень сильно подскакивает. Вот там, я думаю, открытая местность. Видишь изменения? 34? Да, я думаю, нам не стоит здесь надолго оставаться. Лучше поедем дальше, вперед. Мы сейчас находимся на внешней территории, по всей видимости, наиболее подверженной радиации. Рентгенометр начал пищать, и стрелка стремительно поднялась до 39. Сейчас в машине стрелка опустилась до двойки, поэтому так важно находиться в прикрытом помещении. Реактор номер 5. Мы приближаемся все ближе. Мы были в трех милях от реактора в детском саду, а сейчас приближаемся к месту, где был реактор номер 4. Посмотрите на реактор номер 5. Такое ощущение, глядя на краны, что здесь всю ночь кипела работа. А все здесь остановилось еще на 25 лет. В один момент они все бросили и уехали отсюда, и никогда сюда уже не вернутся. А сейчас мы находимся прямо возле четвертого реактора, того самого, где произошла утечка. Это то место, которое принесло заражение на большую часть севера Украины. По сей день вред наносится большей части Европы, поскольку радиацию отсюда разносит ветер. Так что вот оно, то самое место, где произошла авария. В Чернобыле. Они тогда чистили крыши, чтобы убрать внешние источники заражения. На тот момент уровень заражения был неимоверно высоким. Радиация была в 9 раз выше допустимой нормы. Так что представь себя расчищающим землю на месте аварии. Сейчас мы отправляемся в городок, где жили те, кто работал на атомной станции. Это заброшенный городок. Его население не превышает 50 тысяч человек. Раньше там жило больше людей, но после этого все уехали. Мы сейчас на мосту и можем видеть… О, да, это близко. Мы всего в полутора километрах от ЧАЭС, город Припять. Что там написано? Припять. Он был основан в 1970 году. Припять, Украина. Центр города. Мы сейчас находимся в полутора километрах от ЧАЭС. В центре городка под названием Припять. Мы смотрим вокруг, все заброшено. Раньше в городе жило где-то 50 тысяч человек. Мы стоим на главной площади. Вокруг были торговые центры, отели, квартиры для рабочих. Здесь жили и женщины, и дети. А сейчас все как будто заморожено во времени. Сейчас мы находимся на бульваре, где проходила подготовка к празднованию майских праздников. Здесь проходили демонстрации, люди шагали, пели песни, радовались. А сама авария произошла 26 апреля. Дворец культуры. Это дворец культуры, и с ним случилось то же самое, что и с другими заброшенными зданиями. Когда мы внутри здания, нужно быть очень осторожными, чтобы ничто не упало на нас, ведь вещи буквально сгнили. Вы видите эти многоэтажки? Многие люди в коммунистические времена жили в таких домах. Все принадлежало государству, так что все имущество было коллективным. Люди получали квартиры в таких домах бесплатно и жили одной большой коммунной. Очень интересное строение. Я впервые такое вижу. Здания средней школы. Они распадаются на глазах. Чувствуется, что это место покинуто. В тот день, когда произошел взрыв, к счастью, дул западный ветер. Поэтому мы видели, что на деревьях в лесу самый большой уровень радиации. На следующий день начали приезжать автобусы, чтобы эвакуировать людей. Большинство удалось спастись. Кто-то уезжал сам, но кто-то подвергся радиации. Когда они начали эвакуировать весь город, они сказали людям взять с собой только все самое необходимое. Поэтому так много вещей было оставлено в домах. Люди думали, что скоро вернутся, но они так и не вернулись сюда. Мы сейчас в школе. Там библиотека. Валяется куча книг. Они здесь повсюду. Удивительно видеть все это тут. Это комната, набита респираторами. В Советском Союзе каждый гражданин обязан был иметь противогаз на случай атомной войны. Как и в Америке, у нас были бомбоубежища, и мы также готовились. Эти противогазы, как напоминание, на что была похожа жизнь в Припяти в те времена. И это так символично, что мы сейчас в этой пустой комнате с противогазами в городе, где случилась эта авария. Несмотря на все меры предосторожности, все-таки это произошло. И это не была угроза снаружи, это была угроза извне. Баскетбольная площадка в спортзале. А если мы пройдем вот сюда, то найдем здесь бассейн. Вот там был глубокий уровень. А здесь было мелко. Инспекция чистой зоны. Это аппарат, измеряющий радиацию. Люди заходят в кабинку и измеряют уровень содержания на них радионуклеидов. Все, я готов. Ты в порядке? Хорошо, я тоже готов. Приятно осознавать, что сигнал тревоги не включится от того, что я приближаюсь к прибору. Парк развлечений. Только посмотрите. Парк аттракционов был в действии. И вот в один день, когда случилась авария, все покинули это место и никто больше не катается здесь на качели. Да, когда смотришь вокруг, сразу представляешь детвору, играющую здесь, в парке. И это так грустно. Ведь за эти годы после катастрофы так много детей умерло от рака щитовидной железы. Детвора из города Припять подверглась сильному заражению радиацией. Тогда это повлияло на множество людей и продолжает наносить вред и по сей день. Даже и сейчас на этой территории почва очень заражена. Наш прибор измерения радиации подавал громкие сигналы, когда мы ехали через лес. И даже здесь, в этом парке, почва также заражена. Здесь повсюду радиация, она пропитывает и железо, и асфальт, все что угодно. Посмотри сюда. Это так странно. Все заброшено. Никогда дети не будут больше играть в этом парке. Здесь никогда не будут прогуливаться семьи. Все оставлено на забвение. Все в городе Припять сохранилось неприкасаемым с 1986 года. Киев, три дня спустя. Это возле площади? А, все, я вижу. По возвращении из зоны отчуждения, изучив исторический контекст аварии, увидев побочные эффекты радиации, мы затем познакомились с христианином, доктором по имени Максим. Максим оказывает медицинскую помощь и проповедует Евангелие в зоне отчуждения и за ее пределами уже много лет. И вот мы отправились с ним и его командой в места, где все еще живут люди. Мы проезжаем все эти заброшенные многоэтажки. Слева от нас это... Что это? Это деревня. Очень много домов. Смотрите, они стоят там. Но ведь там никто не живет. Тут около 600 деревень. 600 деревень? Да. Сейчас там уже никто не живет. Сегодня мы отправились по деревням. В одной деревне живут люди, другие же полностью заброшены, уже на расстоянии трех миль. Эти территории сильно заражены радиацией, и люди просто съехали отсюда, потому что никто не хочет умирать рано. Никто не хочет здесь больше жить. Сюда больше никто не возвращается, поскольку это зараженная территория. Когда пожилые люди в деревне умирают, остаются не более чем 5 или 6 человек на всю деревню. Некоторые деревушки выглядят так, как будто там живут люди, но там на самом деле никто не живет. Вот там виднеется деревушка. А здесь, они говорят, полностью все заражено. Насколько видит глаз, все заражено. О, смотрите. Кто-то идет. Она совсем одна. Одна из деревень в зоне отчуждения. Население 15 человек. Добрый день. Добрый день. Мы находимся в деревне, поблизости с Чернобылем. Мы зашли в гости к старушке. Да сына такого поховала. Нет? Нет? Нет. Боже, какого я сына поховала. Ай, лучше меня поховали. А сколько его было? Я бы 40 лет была-то, нет? Ну, он тут в ночи. Это ее сын. Такая житя. Такая житя, так? Такая житя, так? Мы разговаривали с местным доктором, который является членом поместной церкви. Он рассказал нам, что они посещают этих людей, проверяют состояние здоровья. В основном это пожилые люди. Сейчас они измеряют ей давление и одновременно проповедуют Евангелие. Так приятно видеть, что они ходят из дома в дом в этот холодный день, и гости здесь бывают нечасто. Люди здесь предоставлены сами себе, так что приятно видеть такое служение в этом месте. Они просто дарят свою любовь этим потерянным душам. Мы верим, что у Бога сегодня есть для вас что-то особенное. Сюда к вам приехали люди из Америки, из Киева, из Перу. Мы все верим в Иисуса Христа. Мы все братья и сестры, хотя и совершенно из разных стран. И сейчас мы хотим помолиться за вас, за ваш дом. Господь, мы просим тебя о том, чтобы мир твой соблюдал ее сердце. Сейчас коснись ее своей рукой в этом месте, где она находится. И мы благодарим за твою защиту и твое руководство Духа Святого. Господь, мы просим тебя о том, чтобы ты хранил ее на том месте, где она находится во имя Иисуса. Аминь. Это такое благословение засвидетельствовать о Боге этой пожилой женщине, которой, по сути, некуда идти. Она вынуждена жить в этой радиоактивной местности, приехать сюда и увидеть, как тяжело здесь живется людям. Как-то они здесь сводят концы с концами. Это сильно. Жизнь в зоне отчуждения очень сложная. Люди оставлены на самовыживании. Мы видели это день за днем, когда продолжали посещать людей. Мы проповедовали в церквях и на домашних группах, чтобы принести вдохновение в эти места. Слово Божие говорит, что Дух Святой утешает нас во всех скорбях наших, чтобы мы смогли утешить тех, кто в беде. После всех этих дней, когда мы ездили по зараженной местности, все мои страхи испарились. А вот мотивация послужить всем живущим здесь, наоборот, возросла. В последний день нашего служения мы почти доехали до границы с Белоруссией и посетили семью, живущую здесь, в заброшенной деревне. Как их зовут? Иван, Иван. О, прекрасно, Иван и Мария. Какие красивые имена. Меня зовут Тимати, а его зовут Уильям. Тимати и Уильям. Ох, какие красивые у вас кошки. У вас здесь гости ведь не часто? Так, да? Вообще, очень редко посещают людей, да? В общем-то, приезжает все-таки зона. Да! Людей здесь мало, да? То есть в основном тут остаетесь? А есть здесь какая-то церковь, куда они могли бы пойти? Религия в Советском Союзе была запрещена. Они даже не могут найти поблизости православную церковь? Я правильно понимаю? При СССР даже православных-то церквей почти не было. Они все истребили. Скажи им, что мы очень благодарны, что они позволили их посетить. Мы очень хотели бы прийти и навестить их. Мы знаем, что у вас здесь не часто бывают гости. Мы приехали из Америки, и верим, что у Бога есть особый план. Он любит вас и заботится о вас. Мы бы хотели рассказать вам об отношениях с Иисусом. Мы хотим рассказать вам, что Иисус пришел на эту землю, умер за нас, и Он сказал, что все приходящие к Нему имеют вечную жизнь. И Бог говорит, что прийти к Нему можно через веру, «Когда ты веришь в Своем сердце». Если вы знаете, что согрешили, вам нужно всего лишь сказать Иисусу, «Прости мои грехи, омой меня своей кровью, и войди в Мое сердце». И Он будет жить с вами вовеки. Вот такое простое Евангелие. Если вы сердцем веруете и исповедуете устами, то будете спасены. Господь обещал это. Евангелие недалеко от любого человека на земле, потому что Бог никого не забывает. Если мы ищем Его, мы найдем Его. Если мы слушаем, то услышим Его. Спасибо, Бог, что мы могли провести это время вместе. Благослови эту семью. Пусть Твое Слово работает в них. Сохрани их здоровье. И пусть будет Твое благословение на этом доме. Делай свою мощную работу здесь. Храни их и оберегай их. Утешь их, и пусть к ним будут приезжать гости почаще. Спасибо Тебе за Твое Слово. Мы воздаем Тебе всю честь и славу. Во всем этом молимся во имя Иисуса. Аминь. В заключении нашего служения в зоне отчуждения, мы в последний раз проехались по Чернобыльской зоне. Вспомнили людей, которых мы здесь встретили, истории, которые услышали. Это забытое место запустения. Но даже посреди такой скорби мы знали, что Бог заботится о тех, кто здесь остался. Сейчас мы молимся, что найдутся и другие, кто приедет сюда и будет проповедовать истину, жизнь и исцеление в нем. Эта земля нуждается. Это Чернобыль. Аминь. 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 Продолжение следует...